Постковидный синдром или лонгковид. Это патологическое состояние, с которым сталкивается человек, переболевший коронавирусной инфекцией. И это состояние может сопровождаться различными синдромами. Сталкивается с этим, надо сказать, почти каждый из переболевших. И это состояние нужно лечить. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи Анна Шишкина, врач-физиотерапевт, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по медицинской реабилитации, доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, сам ГМУ, кандидат медицинских наук. Ну вот на этом, наверное, остановлюсь. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Вы можете звонить к нам в студию, делиться сомнениями, задавать свои вопросы. А говорить мы сегодня будем о жизни после. Ну, в данном случае, конечно же, после коронавирусной инфекции. Не о том, что будет, когда мы, наконец, победим ее окончательно, а о том, как живет человек, который уже перенес заболевание, и с какими проблемами он в это время сталкивается. Еще раз, 202-11-22. Анна Анатольевна, почему так непросто вылечиться от коронавирусной инфекции? Ну, наверное, прежде всего потому, что это достаточно такой коварный вирус, который поражает очень многие системы. Ведь, конечно, в большей степени чаще всего это бывает так называемая пневмония, да, вызванная коронавирусом. Но не следует забывать, что вирус поражает и нервную систему, и сердечно-сосудистую систему, и желудочно-кишечный тракт. Поэтому, действительно, пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наверное, в любой форме нуждаются в том, чтобы в дальнейшем пройти правильную реабилитацию, восстановление, какие-то, может быть, отдельные процедуры для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я знаю, что осложнение после заболевания возникает и у людей, даже которые перенесли бессимптомное заболевание. Так вот, все-таки тяжесть этих осложнений зависит ли от тяжести протекавшего заболевания? Здесь есть прямая связь? Безусловно, связь есть. Конечно, чем тяжелее проходило само заболевание, и играет роль, конечно, процент поражения легких при пневмонии, да? Какое было общее состояние человека? Нуждался ли он в кислородной поддержке? Требовалось ли ему какие-то дополнительные средства лечения? Это влияет. Но могу сказать, что бывают и случаи, когда пациенты прошли достаточно легко. И отмечают, наверное, вы знаете, да? Некоторые говорят, вот у меня отсутствовало обоняние, и вроде больше ничего не беспокоило. Так иногда поднималась температура. Но когда с пациентами в дальнейшем встречаешься, то сталкиваешься с тем, что все равно предъявляют жалобы на усталость, быструю утомляемость, головные боли, нарушение сна. То есть в любом случае бывают такие проявления, и не всегда это зависит от тяжести. То есть самостоятельно определить, как восстановить силы после перенесенного заболевания невозможно или возможно? Надо ли это делать самому? Назначать себе комплекс восстановительных мер? Вы знаете, Инесса, дело в том, что когда пациент находится в инфекционном госпитале во время обострения заболевания, то есть у него уже проходит достаточно тяжелое заболевание, то следующую, так сказать, его маршрутизацию, что необходимо делать пациенту, определяет его лечащий врач. Если пациент перенес коронавирусную инфекцию дома, лечился амбулаторно, в любом случае дальнейший, скажем так, его процесс восстановления также определяет лечащий доктор. Мы говорили на прошлой программе о том, что сейчас уже с 1 июля началась расширенная диспансеризация именно для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. И это здорово, но начать ее, пройти ее можно не ранее, чем через два месяца после заболевания. А все-таки стоит ли, может быть, даже самостоятельно пройти какой-то комплекс обследований сразу после того, как человек возвращается из стационара домой, либо его выписывают на работу, если он болел дома? Я вас уверяю, что все необходимые обследования прописываются либо в выписке, в выписном эпикризе пациенту после того, как он выписался домой, опять же, после инфекционного госпиталя, либо эти рекомендации дает лечащий врач. Но если человек особо педантично относится к своему здоровью, может быть, элементарный общий анализ крови, уровень гемоглобина, белка, такие компоненты имеют смысл. Хотя я считаю, что, обратившись к своему доктору, в любом случае вы получите тот минимум обследования, который необходим на данном этапе. Ну, мы же хотим ответственных пациентов, ответственных за свое здоровье. И потом, на самом деле, нагрузка у медиков сейчас очень высокая, тем более в связи с начавшимся снова подъемом заболеваемости. Может быть, действительно сдал анализ крови, посмотрел, ага, все нормально, доктора не беспокоишь. Вы знаете, я бы, наверное, сказала по-другому, что давайте отходить от другого, что беспокоит на данном этапе от этого идти. Но, с другой стороны, пациент должен обязательно следить за чем? За уровнем артериального давления. Он должен принимать обязательно те препараты, которые были ему прописаны с целью снижения давления, с целью его регуляции и так далее. Поэтому, наверное, правильнее сказать, чтобы пациент выполнял все рекомендации, которые ему были даны. И уж если его что-то действительно беспокоит, то обращался к доктору. Это программа «Звоните доктору», если вы вдруг опоздали к началу программы. Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анна Шишкина, врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук. Мы говорим о восстановлении, о реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Вы можете звонить к нам в студию, 202-11-22. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У меня после коронавируса, после болезни стали сильно выпадать волосы. Это может быть тоже последствия болезни? И можно ли это вылечить? Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Действительно, это может быть проявлением постковидного синдрома. Но, наверное, все же стоит начать свой поход к врачу-драматологу, чтобы понять, что это не проблема, которая связана с какими-то кожными проявлениями. Ну и, наверное, обратить внимание, может быть, здесь имеет смысл сдать общий анализ крови, посмотреть уровень гемоглобина, посмотреть за своим рационом, чтобы он был полноценным, относительно белка, относительно витаминов и так далее. То есть, ну, наверное, вот я бы сказала так. Вот если не говорить сейчас о серьезных осложнениях, об осложнениях на сердце, на легкие, на почки, то вот тот шлейф неприятных, скажем, дискомфортных ощущений, который остается после перенесенной инфекции. Вы уже говорили, утомляемость. Ну, может быть, вот сейчас просто перечислим их, что есть. Вот мы сейчас услышали еще и выпадение волос. Ну, я не могу сказать, что это очень частая проблема. Основная, конечно, проблема, на что жалуются пациенты, это одышка, это быстрая утомляемость, это сердцебиение, которое вызывает чувство тревоги. И, конечно, вот психологические проблемы, связанные, наверное, вот воспоминания о том, когда было сложно дышать, чувство нехватки воздуха и так далее. Наверное, вот это основные такие симптомы, которые чаще всего пациенты предъявляют. И здесь, конечно, правильно нужно выходить из этого состояния, правильно распределять свою нагрузку, для того, чтобы они были, наращивались постепенно, а не сразу пациент относился к себе как к абсолютно здоровому человеку, наверное, так. Ну, а все-таки вот какая тенденция? Я слышала, что даже еще во время течения, острого течения заболевания, уже человеку не рекомендуют все время лежать. Ну, кто может, конечно. Вертикализация, там, какое-то движение. Вот у меня мама сейчас находится в больнице в данный момент, и ей врач говорит, что все равно хоть немножечко, хоть по коридору ходить. То есть вот полный покой или все-таки движение немножко? Ну, вы знаете, в медицинской реабилитации полный покой вообще, скажем так, не предусматривается. Лежишь себе и реабилитируешься. Это, наверное, именно то, что не нужно делать, если ты хочешь поправиться и так далее. Действительно, в медицинской реабилитации восстановление начинается уже с инфекционного госпиталя. Когда мы с пациентом применяем те техники и методики, которые позволяют улучшить кровообращение, облегчить дыхание, снизить нагрузку на мышцы и так далее. Поэтому здесь применяется лечение положением, как вот правильно говорите, да, то есть менять положение тела. Так называемая пронпозиция. Много об этом писали, да, пациентам рекомендуют чаще лежать на животе. Но это мы говорим про острый период. Пациентов действительно стараемся мы активизировать, чтобы не было застойных явлений, чтобы процессы восстановления шли активнее. Поэтому... То есть все-таки немножко двигаться. Двигаться. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. 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 Я переболела коронавирусом, и у меня... И у меня после этого тоже вообще почти все головы выпал в головы. И сильно болят вены на ногах. Ничего не могу сделать. А сколько времени прошло после заболевания? Так, после заболевания прошло 8 месяцев. И вот так вот. Ага. Вы поняли вопрос. Спасибо. Ну, конечно, это прямой повод обратиться к лечащему врачу, чтобы была назначена консультация сосудистого хирурга со всеми необходимыми обследованиями. Поэтому здесь может быть взаимосвязано. И такие ситуации, конечно, не стоит рекомендовать в программе, а необходимо непосредственно обращаться к врачу, потому что проблемы действительно есть. Да, главное, что не сидеть и не ждать, когда она исчезнет сама собой. Да, безусловно. Сейчас мы узнаем, какие события произошли в медицине региона за то время, пока мы не виделись, за прошедшую неделю. После этого продолжим наш разговор. В области начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление». Родители могут обратиться за помощью, если возникли сложности с получением лекарственных препаратов, назначенного лечения, средств реабилитации или необходимых ребенку обследований. В регионе отлаживается работа системы выдачи паспортов коллективного иммунитета. Их получат компании, где вакцинировано или переболело более 60% персонала. Сертификат будет выдаваться на 3 месяца и позволит работать при возможном введении локдауна. Педиатры выездной консультативной поликлиники больницы Середавина провели медосмотры детей в Большеглушицком районе. Для обследования маленьких пациентов работал мобильный лечебный модуль «Здоровый ребенок». В нем есть возможность проведения УЗИ внутренних органов и щитовидной железы, а также электрокардиограф. В июне вертолет службы санавиации совершил 8 вылетов в города и районы губерния. Всего были эвакуированы 16 человек. В основном службы участвуют в транспортировке пациентов с политравмами, термическими ожогами, инсультами, пневмониями с высоким процентом поражения легких. С начала прививочной кампании в область поставлено более 630 тысяч доз вакцины. Первый компонент получили 573 187 человек. Более 430 тысяч жителей региона полностью завершили вакцинацию. Всего привито чуть более 37,5% от запланированного количества. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В студии главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по медицинской реабилитации Анна Шишкина. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я в середине марта переболела коронавирусной инфекцией. Лечила стационария. Выписана в средней тяжести была инфекция. Это пневмония. И вот сделала анализ анализ тела Джей. Положительный, там, достаточное количество. Надо ли мне сейчас прививаться? А тоже скажите, пожалуйста, какой срок прошел после заболевания? Два месяца. Два месяца. Спасибо. Я так думаю, что мне сейчас сложно сказать, какой уровень антител, но по последним методическим рекомендациям в плане вакцинации у пациентов, переболевших ковидом, независимо от количества антител, в любом случае требуется прививка. Через какое время? Ну, я так думаю, что, наверное, 6 месяцев. Да, вот информация идет про полгода. Да, давайте все-таки, да, полгода, наверное, исходить из этого. То есть через два месяца, может быть, еще и рановато прививаться? Ну, я думаю, что да, пока рано. Итак, мы говорили о том, что у большинства переболевших остаются какие-то, ну, либо остаточные явления, либо начинаются осложнения. Вот человек себя чувствует плохо, дискомфортно. Какой алгоритм действий правильный? Куда ему идти? К кому обращаться? Автоматически же реабилитация не начнется у него, если он ничего для этого не предпримет? Опять же, смотря каким образом и как проходила у него болезнь. Потому что на сегодняшний момент в Самарской области пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой и в средне-тяжелой форме, находящиеся на лечении в инфекционном госпитале, у которых сохранились остаточные серьезные проявления этой болезни, направляются на так называемый второй этап медицинской реабилитации. Автоматически? Автоматически, при выписке стационара. Это стационарная реабилитация, то есть это стационарное лечение отделения медицинской реабилитации. Но так вот случилось у нас в Самарской области, это замечательно, что такие стационарные отделения у нас располагаются на базе санаториев. Поэтому нужно правильно понимать, это стационарная медицинская реабилитация, это не санаторно-курортное лечение. Это попадают туда пациенты, которые действительно требуют круглосуточного наблюдения. Болезнь у них протекала тяжело, и это требует еще наблюдения в процессах восстановления. Анатольевна, ответим на звонок сначала. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я могу говорить, да? Да-да-да, мы вас слушаем. 24 апреля я сделала вторую прививку. Никаких проблем у меня не было, но весь апрель, май и по сей день у меня выпадают волосы, причем пучками. А вы не болели? У меня уже сын купил витамины, Д и Е, я их принимаю, но, ну как вам сказать, ну процесс поменьше стал, но тем не менее это ужасно. А вы болели или нет? Скажите, пожалуйста. Я не болела. Не болели. Я просто сделала как нормальный человек прививки, первую и вторую. Вот вторая была 24 апреля. А вы связываете это именно с прививкой, да? А я откуда знаю, раньше волосы никогда не лезли, у меня вообще была шикарная шевелюра. Да, мы поняли. Ну, наверное, мы можем связаться после эфира, потому что здесь не так однозначно, я бы сказала, что это связано с прививкой, поэтому давайте, может быть, про другие возможности реабилитации еще поговорим, а с вами свяжемся. Вот, будьте добры, если вы не оставили телефон нашему оператору, наберите, пожалуйста, еще раз 202-11-22, оставьте свой номер телефона, доктор свяжется с вами индивидуально и, может быть, найдутся причины вот того, что сейчас происходит с вами. Итак, мы говорили о том, что автоматически человек, болевший тяжело, из стационара перемещается в другой стационар, то есть, которые у нас сейчас на базах санаториев расположены и проходит реабилитацию там. Это санаторий имени Чкалова и санаторий Можайский, который является подразделением областной больницы имени Середаин. Следующий этап – это амбулаторный этап реабилитации. Пациент на него может попасть, кто нуждается в реабилитации, непосредственно из стационара, если он все активно прошел лечение, у него состояние легких изменений и так далее, поэтому он может пройти эту реабилитацию амбулаторно. Или на базе дневного стационара в поликлинике. То есть, вот таким вот образом. Так, а у нас звонок есть, да? Алло, здравствуйте. Можно говорить, да? Да, пожалуйста. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот у меня у папы, тут был, так сказать, ковид был, он выписался из стационара ковидного, я скажу, 25 января. Он перенес в легкой форме. Пациент показал, он перенес операцию на сердце, и там как бы все тестируется, и сейчас Пациент показал, что у него ковид был. Хотя без симптомник он. То есть, никаких вот таких вот видимых проявлений простуды не было, ни температуры. Вот. По-моему, сделали повторный ему анализ, показал ковид. То есть, делали КТ, два раза даже делали, в общем, пневмонии не было, слава богу, что в легкой форме. Но так как он был заразен, ну вот инфекционист, вот еще по месту жительства, я узнавала, говорю, может такое быть, что вот ни симптомов, ни температуры, а Пациент показал, что вот ковид. Ну, говорят, да, если ты показываешь, значит, болен, заразен ковидное отделение. Вот. И после операции он как бы вот там выхаживали его в ковидное отделение, клиник, в общем, госуниверситет, это, медицинского госуниверситета. Вот. Прошло сейчас неполных шесть месяцев. То есть, вот, планировали делать прививку после выписки, как бы, 25 января, где-то после 25 июля. Теперь вот у него случился инсульт 2 июля. То есть, не дотянулся даже. Вот он только вот начал как бы, ну, вставать, ходить, говорить, я не знаю. Да. Ой, я знаю, что прививки нужно делать как бы всем, ну, как бы, если есть состояние ремиссии, нет острого этапа. То есть, в принципе, это, наверное, с неврологом в первую очередь посоветоваться нужно, да? А папа дома сейчас или в больнице? А? Он дома или в больнице? А он еще дома. Ой, господи, он еще в больнице. Он в больнице. Угу. Ну, я думаю, что если у вас это действительно вопрос серьезный, нужно с лечащим врачом этот вопрос обсудить. Но, наверное, сейчас, вот в настоящий момент, это не самое лучшее время для прививки, потому что только что прошел острый период заболевания. Поэтому такие вопросы лучше задавать лечащему доктору, потому что он знает динамику, он знает состояние пациента и скажет так, как в дальнейшем действовать. Ну, и тем более, наверное, это несложно сейчас сделать, поскольку у вас находится в больнице и под наблюдением, то никто лучше лечащего врача не ответит на этот вопрос. А вообще, Анна Анатольевна, конечно, я ждала вопросов про вакцинирование, потому что вот сейчас это, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов. И настолько эта прививка пугает людей. Я не знаю, с чем это связано, ведь вот когда были призывы вакцинироваться против гриппа, ну, мы не обсуждали столь. Ну, наверное, пугает прежде всего сама инфекция, да, поэтому и прививка. Но я просто хотела сказать, что я сегодня совершенно чудовищные вещи читала в лентах соцсетей, когда люди пишут, что опасны небесинтомно болеющие. Это не они заражают окружающих, а окружающих заражают те, кто сделал прививку, потому что в них в данный момент находится вирус, и вот этот вирус заражает окружающих. Ну, вот это, в общем-то, ведь, к сожалению, говорит о том, что люди малоинформированы. Ну, к сожалению, да, люди малоинформированы, и человек, проходящий этапы вакцинации, не выделяет вирус. И это нужно понимать, потому что он находится в инактивной форме. И я скажу так, вот я очень много видела пациентов в красной зоне. Мы приходим, мы продолжаем проходить к ним, занимаемся с ними. И когда мы пациентов этих выписываем, я их вижу уже на втором этапе реабилитации, каждый задает вопрос, через сколько мне можно сделать вакцину. Потому что раз пройдя через это заболевание, не возникнет никаких вопросов от того, стоит это делать или нет. Это единственный способ избежать каких-то сложных, тяжелых осложнений. И я так думаю, что вопрос с вакциной даже не обсуждается. Можно обсуждать, какую вакцину сделать, да. Если у вас есть какие-то сомнения, то, наверное, это нужно посоветоваться с доктором, который вас ведет. Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, то это, опять же, нужно обсудить с доктором. Сейчас есть несколько видов вакцин, и даже можно менять компоненты вакцины одной, а второй компонент делал другой вакцины, если какие-то вызывают сомнения, реакции на нее и так далее. Но вакцинироваться обязательно необходимо. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Вы меня подключили или нет? Да, подключили, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу говорить? Да, пожалуйста. Я сейчас скажу. А, слушайте, хорошо. Я в легкой форме переболела. В конце марта, в начале апреля. Ну, простуды какой-то. Была температура два дня, 38,4. Вот. Потом получилось так, что знакомые меня говорят, у тебя это был ковид. Я говорю, не было. Ну, найди где-то еще рубля и сдай на антитела. Пошла я, сдала в этой, в клинике наука на антитела. У меня получилось так, 7,65. Ну, они мне говорят, хорошие антитела, прививку делать не надо. Но дело в том, что прививку я не делаю, потому что я очень нележивенная. Как мне быть на данный момент? Да, мы поняли. Спасибо. Во-первых, очень странно, что в лаборатории судят о том, нужно делать прививку или не нужно. Мне кажется, это странно. Ну, безусловно. И я еще раз скажу, что мне сложно судить, в какой форме у вас проходят, как вы говорите, аллергические реакции, на что и так далее. Это требует все-таки индивидуального подхода. Поэтому в любом случае консультация с доктором. Мы говорили о том, что существует три этапа реабилитации. Первый начинается еще во время острого течения болезни. Ну, у кого-то может и ни одного не быть, да, переболел в легкой форме. Да, может и так. Последствий, ой, просто счастливчики, наверное. Но, тем не менее, у некоторых из переболевших единственное последствие, которое было и остается, это потеря обоняния и вкуса. Если это не проходит долгое время, нужно ли как-то предпринимать какие-то действия или просто жить и ждать, когда это пройдет? Ну, наверное, я скажу так, что имеет смысл проконсультироваться, если это действительно уже длительно протекает. Имеет смысл все-таки рассказать о проблеме своему лечащему доктору. Может быть, во время сбора анамнеза врач выйдет на какие-то другие симптомы, на которые пациент не обращает внимания. Может быть, это какая-то проблема желудочно-кишечного тракта. Может быть, это проблема, связанная с лор-патологией. Поэтому, наверное, если это все исключается, то я уже говорила, что коронавирусная инфекция это и нейротоксическим воздействием обладает. И, как мы с вами вот уже говорили, да, что вроде бы нервные клетки не восстанавливаются, есть поговорка, но они все-таки восстанавливаются, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому, если таких серьезных проблем нет, то, наверное, в любом случае следует выполнять те рекомендации, которые были даны после перенесенного ковида в виде дыхательной гимнастики, физической активности и так далее. Анатольевна, спасибо большое за ваши рекомендации. Мы со зрителями увидимся ровно через неделю. И я хочу сказать, что вот как бы там ни было, но перенесенная инфекция – это еще один повод обратить серьезное внимание на свое здоровье и отнестись к нему ответственно. Не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова